Всем здравствуйте! Это письмо от подписчицы. Сейчас я его зачитаю, дам свой комментарий на это письмо. Затем вы тоже можете порекомендовать что-то в комментариях, написать. В общем, давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Прошу ваше внимание по поводу ситуации, которая произошла со мной после знакомства с турецким мужчиной. Мы познакомились с ним на сайте BADU. Мне 34, ему 34, а мне 25 лет. В анкете у него был возраст 30 лет. Только после первой встречи я узнала, что ему на самом деле 34 года. Мы оба находимся в Праге, он работает в IT-фирме, а я здесь, потому что уехала из Украины после начала войны. Я без работы сейчас в поисках, так как попала в ДТП уже здесь в Чехии. Был перелом ноги, 7 месяцев на больничном сидела. На физическую работу, где нужно бегать, я, конечно же, не смогу. На более спокойную везде хотят хороший чешский язык. В общем, встретились мы с ним через неделю после начала переписки. Общались мы на английском языке. Перед встречей я сразу сказала, что я учу язык, но не владеем свободной у меня сложности с тем, чтобы поддержать разговор. Он сказал, мол, ничего страшного, не переживай. После второй встречи он уже начал петь про то, что мог бы мне многое дать, что он очень хороший человек, но ему нужно, чтобы я любила его всем сердцем и была самодостаточной женщиной, что ему нужны серьезные отношения и только такие. Были моменты, когда после встреч он просто резко морозился. Якобы я мало говорю, но ведь я предупреждала его раньше, что не могу выучить язык за месяц. В итоге мы повстречались с ним 2 месяца. Интимная близость случилась в первые 3 недели. Все было хорошо. Но не было ни цветов, ни подарков. Кафе были только несколько раз, и из подарков он подарил мне только книгу на английском. Но когда я оставалась у него, он готовил завтрак, угощал вином, и на этом, пожалуй, все. Я же привозила ему 2 раза свою выпечку, но если честно, я не видела, чтобы он как-то это особо ценил. Он будто смеялся над тем, о, ты даже печь умеешь, надо же. Воспринимал меня как какого-то тинейджера. У него были на это, конечно, поводы. Я бунтарка от природы по моей одежде, характеру. Он мог это видеть, но ведь он выбрал меня многоточием. Спрашивал, кто я по характеру, скромная или люблю красивые и дорогие вещи. А я сказала, что, как и любая женщина, люблю красивые вещи. В общем, наши отношения окончились после 2 месяцев встречаний. Он написал мне смс, и после того, как я уехала домой, побывав у него 2 ночи, написал, что мы разные, и это не сработает. Якобы я его спровоцировала, что я попросила купить его мне маску для лица в торговом центре, в которой он меня сам и повез. В эти 2 дня, что мы были вместе, мы мало уже говорили. Все было как-то натянутое. Я терпела, слов очень много не говорила, молчала. Но утром он хотел от меня получить еще близости, но мне нужно было идти на собеседование. Я отказала. Мы попрощались, а через 3 часа я получила смс, что, мол, это финальное решение расстаться. И я, если честно, не понимаю, зачем вообще мужчина говорит, что может дать тебе все, но через 2 дня он бросает из-за того, что ты попросила купить себе косметику. Но если что, маска для лица выходила тогда на 1000 рублей, а не на 10 тысяч, чтобы вы понимали. Мне обидно, потому что он говорил, что я могу переехать к нему в его жилье после того, как найду работу. А в итоге договорились насчет работы в кафе, и он сказал, что это конец. Я рассчитывала тогда на его помощь. Галя, подскажите, пожалуйста, что за тип мужчины мне попался? Я думаю, что это типа, люби меня просто так, давай секс и ничего не проси. Как вы думаете? Прошу вашего мнения, спасибо за уделенное внимание. Смотрите, я не знаю, какой это тип мужчины, потому что я с ним не общалась, не говорила и ничего о нем не знаю. Выводов я не могу никаких делать, а его характера тоже там очень мало, практически нет информации. Я могу сказать причину, что у вас, скажем так, с ним не срослось. Давайте про него сначала. Он однозначно прошаренный. Да, отчасти не скажу, что прям жадный, но он расчетливый человек. Скорее всего, жадный в том плане считает каждую копейку, ну не супер, там супер-жмот какой-то. Про любовь, про красивые глаза, слова «дам тебе все» — это стандартный подкат, не только турки-то используют, правильно? Он говорил то, что вы хотите услышать, обещание вам давал, на которое вы повелись. Но при этом он говорил много, но держал вас на расстоянии, не приближался, был довольно-таки холоден, много денег не тратил. Потому что он пытался понять, видите, он сначала начался узнавать вас шаг за шагом, задавал вопросики, а какой у тебя характер, а что ты там любишь, условно, он даже уже тогда прощупывал, насколько на тебя денег придется тратить, да? То есть у него с этим однозначно какая-то проблема есть. Это либо вообще базово у человека, знаете, такой зажат, плохо делится, жадность. Жадность, кстати, признак у невротиков очень часто, жадность есть. В общем, некая травма есть на эту тему, он очень трудно, например, отдает. И он, в принципе, по жизни такой скупой человек или расчетливый. Может так и закрывать свою тревожность, вот эта расчетливость из разряда «Я знал, все бабы такие», там условно, да, чтобы не попасть, не обжечься и тому подобное. Или такие мужчины часто говорят «Все женщины меркантильные и всякое разное». Вот это вот все из этой истории лезет. Или это не психотип такого человека, это он вот такой, а у него очень много может быть свиданий, он много уже тратился на женщин. В итоге за своих каких-то капризов или еще чего-то не получает то, что он конкретно хочет серьезных отношений и так далее. То есть он хочет, но может потенциально, выбирая девушек, я не про вас, а до вас, которые были, которые не подходят на эту роль, что другой от них ждет и хочет. Но в итоге он обжегся много раз, поэтому понял, что сидя на сайте знакомств, он много тратит, а выхлоп у него никакой. Поэтому он стал, назовем так, на сайте знакомств таким вот расчетливым. Это очень частая история, кто сидит на сайте знакомств, вы можете такое заметить. Но я считаю так, что если у человека внутри нет для этого повода, то какие бы у него ни были ожоги, травмы и так далее, если он к сердцу своему подпустил, он будет там тратиться, давать полно, не про финансы, а вообще душевно давать, вкладываться в отношения. Вот из вашего письма я четко почувствовала, увидела, сопоставила, что человек держал на расстоянии, на вытянутой руке, не подпускал к себе ни финансово, ни морально никак вообще. Он говорил об этом, но если мы смотрим на действия, на конкретные факты, этого не было. Почему вот эта история разрушилась, у вас с ним не получилось, и почему вам не удалось, например, к нему в сердечко попасть или как-то расположиться, вообще не получилось отношений, развития. Потому что вы от него очень много хотели, на самом деле, будем честны, вы искали помощь помощника, вам тяжело, я не спорю, я не говорю, что это плохо или хорошо, никаких оценок этому не даю. Я говорю по факту, что было. Ваши ожидания не оправдались. Он же, в свою очередь, как человек зажатый именно в том плане, что трудно отдавающий, как деньги, эмоции, чувства, трудно к себе подпускающий, у него очень личная граница такая жесткая, он это увидел. И для него это, наоборот, был критерий того, что «Ой, нет, 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 от меня сейчас что-то захотят, забирать будут, в душу залазить» и так далее. Поэтому у вас с ним не страшлось, вы о разном были с ним. Но, как вы говорите, как бы получается, как обман. Он информацию одной себе давал, презентовал себе изначально, как и серьезные отношения и так далее. Да, в его понимании он хочет серьезных отношений, он этого и ждет. Но знаете, в чем прикол? Он ждет того, кто заработает его доверие, кто пройдет все семь кругов ада, примет его с его жлобством, закрытостью, зажатостью, расстоянием и всем-всем прочим. Когда он увидит, что женщина все это преодолела, она все еще с ним завоевала, заработала его любовь и расположение, тогда он постепенно, не сразу на вас рук изобилия и золото полетело, да, и внимание, любовь, постепенно он начинает к себе подпускать. То есть это человек, который, безусловно, если любовь, которого в детстве, по жизни научили, что любовь за условия, я больше скажу, он травмирован в этом плане, у него есть боль, поэтому он так постепенно к себе подпускает, и поэтому это целая история, да, то есть не все женщины проходят этот фейс-контроль такой на чувство, да, не все переступают его личную границу, куда он не всем открывает вот эту дверку совсем. И я не знаю насчет, ну знаете, очень хорошо, что хотя бы чувство вины на вас не навесил еще и смог найти виноватого вас, например, то, что вы плохая, обвинение, часто мужчины так делают, да, или, ну, не только мужчина, женщина тоже, потому что я оговорилась. Ну, в общем, вы понимаете, да, то есть если бы ему еще тяжело было принимать свои минусы какие-то, он бы еще и вас обвинять начал. Ну, уж на этом спасибо, что хотя бы вас не травмировал таким образом. Я спешу сообщить, что 9 февраля в четверг в закрытой телеграм-группе, в телеграм-канале стартует наш психологический лекторий на тему «Формула счастливого человека». Это будет 4 прямых эфира, комментарии, общения в чате, закрытая телеграм-группа, где мы будем все это обсуждать и общаться с вами. Это будет 4 темы, в которых вы узнаете. Что это такое вообще принять себя? Мы поймем, разберем этот термин. Как к этому можно прийти? Здоровый эгоизм, личные границы и здоровые отношения. Понятие безусловной любви. Как перестать ждать любовь? Для участия в лектории вы можете прислать мне на почту, которая будет оставлена в инфобоксе под видео, тему письма «Хочу участвовать в лектории». Я вышлю вам условия участия, стоимость оплаты, как это будет происходить. В общем, все условия вам придут в ответе на почту. Если вы не можете присутствовать на наших лекциях онлайн, пройти лекторию можно в любое время или обновить свои знания, вернувшись к этим занятиям и снова пересмотреть прямые эфиры, которые останутся в записи, в вашем доступе навсегда. Формула счастливого человека — это те правила жизни, которые я использую сама. Это то, что апробировано, подтверждено практикой в моей консультативной деятельности практической. Это те инструменты, которые вам позволят приблизиться или стать счастливым человеком, когда вы однажды можете сказать «Я счастлив, я доволен своей жизнью, меня все устраивает». Так что присоединяйтесь к нам. Четыре лекции в Телеграме, в закрытом канале. Будем обсуждать, общаться, получать новую информацию. И напомню, что все лекции остаются в полном доступе, в записи, всегда можно к ним вернуться. И эта информация остается с вами навсегда. Все подробности на почте. Пересылайте ваше письмо с темой «Хочу в лектории». А сейчас продолжаем просмотр. То есть ему изначально не подходит женщина, которая от него что-то ждет, помощи, отчасти жертвенной позиции, которая не самостоятельна. Он, кстати, сказал так вначале, там была фразочка, что ты должна быть самодостаточной женщиной, автономной от меня. В чем проблема такого человека? Я не говорю про него, я не могу там диагнозы стать, ничего про него не знаю. Но чаще всего, что из моей практики, что я вижу в таких ситуациях, то, что человек, вот этот мужчина, для него, когда отбирают, когда вообще давать любовь, вкладываться в отношения, для него это угроза, тревожность, как будто отбирают и так далее. Чтобы он отдавал, это надо заслужить. Это надо перейти его личную какую-то границу, куда он впустит тебя, быть доверительным, доверие. У него проблемы с доверием, повышенная тревожность, поэтому он так обложился максимально, поэтому он до сих пор один, потому что он сидит на сайте знакомств, перебирает женщин и ищет. У него есть вот этот пунктик с доверием и предательством. Не знаю, эта ситуация была, или такой характер сформировалась, так и личность в силу своих каких-то травм, жизненных семейных опыта своего неудачного. Не могу знать причину, вы в том числе, скорее всего, он вам об этом не говорил. Но этот человек может быть в отношениях, но это, наверное, знаете, надо быть супер максимально в нем заинтересованной, быть готовой жертвой спасательницы, и, знаете, и, как сказать, и с милым Рэй Шарлаше, и в агонию воду, и медные трубы, и все прочее. То есть он будет тестировать, проверять на вот это доверие, просят его или нет, придадут его или нет. В каких-то простых бытовых вопросиках, это не прям что-то катастрофическое, вы это можете не замечать, он это сканирует, тестирует, проверяет, просто вообще не повседневно. Вот маска для лица за тысячу рублей, как вы сказали, не за десять, вот для него, от меня что-то надо. Вот видите, вот это про работу, самостоятельность и так далее. И если мы берем как бы вопрос-то вообще, письмо, да, название письма, мне пришло типа «Жумотун» или «Кто вообще? Помогите разобраться, что за человек?» Вот это чувство зажимания жадности и всего прочего, жадность не только финансово-эмоционально в том числе, это одна составляющая часть этого человека, то, что вы вот увидели и почувствовали. Это в комплексе, это трудно-тяжелый человек. Ничего удивительного, вы еще легко отделались, вот так бы я бы сказала, вы без чувства вины вышли, не с разбитым сердцем и так далее, просто ваши желания не оправдались, в общем, неплохо. Если мы берем интим, там вы тоже отмечали, почему он просит, скажем так, утром, а вечером расстается, да, это часть использования, для него это как доказательство, тоже доверие, что ему тоже дают, если он любит брать, забирать и так далее, отдавать он не очень готов. Вот и все. А вы готовы были отдавать за хорошие вот эти слова, да, делиться с ним, быть вместе, очень быстро на все повелись и поверили, а для него это еще не залог успеха, скажем так, не протекция. Он это говорит, а сам проверяет, а вы сразу слова за чистую монету и душеньку свою открыли, а он туда потоптался немножко и еще и расстался в итоге, не оправдались эти надежды. Честно скажу, для вас это не самый худший расклад, могло быть хуже и больнее, или дольше вся эта история, было печально, например, увидеть его в таком сете через полгода или через два месяца, к этому все равно пришло. И есть еще травмированные особы, которые будут ждать в нем перемен или спрашивать, или идти к психологу, как его поменять, а как сделать так, а как мне под него подстроиться, а как вот так себе расположить, доверие, например, завоевать, да никак. Пусть он идет своей дорожкой, ищет себе ту, которая будет все это делать, это не к вам. Это не изначально, не про здоровые отношения, он сразу создает проблемки. Так что расслабьтесь, радуйтесь тому, что вы найдете другого. Не судьба просто, не тот человек. Да, может, было хорошо, приятно, но все заканчивается, закончилось и это, значит, у вас в жизни будет новая страничка, гораздо лучше, чем эта. Вот серьезно говорю, я вам говорила в видео про отношения, что если мы делаем правильные уроки из прошлого, из своего опыта, выносим правильные уроки, то в будущем мы находим партнера более усовершенствуемого отношения, более здорового, назовем, более качественного, лучше отношения у нас получается. Если мы сидим на одном месте, топчемся, выводов не делаем, себя условно, не меняем, не улучшаем и так далее, своим апгрейдом не занимаемся, мы так и будем в болоте топтаться, меняем себя, меняются и партнеры, которые в нашу жизнь приходят. И которые нам встречаются. Вот что я могла бы вам рассказать по этому поводу. Хочу напомнить, что 9 февраля у нас стартует лектория в телеграм-канале закрытом. Это будет 4 лекции. Будет он идти 2 недели у нас. Если кто хочет поучаствовать, напишите мне на почту «хочу в лектории», я вам пришлю условия, суммы оплаты и так далее. Информация, все 4 лекции остаются у вас всегда в доступе. Вы можете подключиться к лектории позже, если сейчас не можете. Вы можете сейчас оплатить, поучаствовать, а потом вернуться к этим видео, пересмотреть. В данный момент, как начнется лектория, у нас работает чат, мы будем общаться, я оказываю психологическую помощь, отвечаю на ваши вопросы, любые сторонние, вообще касаемо этой темы. В общем, мы общаемся на психологические темы. В течение 2 недели у нас будет 4 лекции. Кто хочет поучаствовать, кому интересно, пишите мне на почту. Почта будет в инфобоксе под видео. Спасибо всем большое за внимание. Пишите комментарии девушки к ее письму, что вы можете добавить, подсказать, возможно. Скоро увидимся. Всем пока.